Еще раз, значит, да, по поводу понятия алхимии. Мы должны понимать и четко, собственно, воспринимать это понятие, которое исходит из двух аспектов. Без практического опыта нахождения в алхимическом процессе алхимию познать нельзя. Второе – алхимия, в первую очередь, искусство сосредоточения, помноженное на опыт в нем быть. То есть в той или иной мере человек, который познал сосредоточение, он алхимик. Но под сосредоточением понимается, конечно же, выработанное усилие в мозге, и оно имеет определенное место. То есть, например, любой ученый или интеллектуал, он не может рассматриваться алхимиком, как даже человек, понимающий алхимию. Как ника алхимик не будет с этим ученым ни о чем разговаривать. Именно у нас появятся алхимические темы. Можешь не поговорить на уровне научных изысканий, но на уровне алхимии не будет говорить, потому что у того не только нет опыта, у него нет того отдела мозга, из которого можно говорить алхимию. Соответственно, это разговор ни о чем. То есть, еще раз говорю, алхимия – это искусство сосредоточения, искусство концентрации, которое имеет свои физические показатели, связанные с правильным форматированием и редактированием, если хотите, мозга. в общем-то, сегодня продолжает не пониматься даже с того простого угла, что то, чего только о мозге не говорит, и сложность при этом в том, что каждый по-разному еще воспринимает то, чего говорит. Не понимая геометрии мозга, не понимая усилия мозга, не понимая напряжения мозга, человек не может познать алхимию. Ну и с этой точки зрения мы с вами поговорили, что может служить развитию для женщины и что такое даосская алхимия для женщины, где у нас вытекает ряд вопросов, которые следует, если не учитывать, то стараться зафиксировать. То есть люди, каждому, кого не спросишь, хочет ли он совершенствоваться, то он нам скажет да, это будет большинство. Но что такое совершенствоваться, никто не сможет объяснить. Спросите у человека, как себя развивать, в чем совершенство, даже в чем образование. Я сомневаюсь, чтобы люди ответят. Ответ-то очень простой. Это вырабатывание того усилия в мозге, которое сможет помочь человеку понять, в чем образование и куда надо двигаться. Потому что, видите ли, эти образования – это направление. Но реализация в этом направлении требует усилий. Чтобы это направление познать, человек должен иметь функцию сосредоточения. Если он имеет функцию сосредоточения, значит он имеет направление. Люди, которые приходят заниматься, никакой функции нет, но они говорят, я хочу заниматься какой-то системой, йогой или еще каким-то процессом. Но он же вне сосредоточения находится. И он не то, что не понимает даже, чем он хочет заниматься. Он, естественно, навязывает свое понимание в себе же. Потому что если он попал в то раздражение, которое соответствует его пониманию развития, то значит оно развитие. То есть в реальности люди ищут тот или иной вид раздражения только под названием совершенствование. Ну почему нет, да? Потому что это удовлетворение своего эго – я якобы совершенствуюсь. А это не есть работа над усилием реальным, которое требует, в общем-то, заменить один файл существования на другой. Ну, грубо говоря, вместо того, чтобы в лишний раз пойти в кино, он должен сесть и поработать над книжкой или проделать какую-то работу, какое-то усилие над собой. А это же надо еще наработать само по себе. В реальности, ведь если мы посмотрим на людей сегодня, то их вовлечение в свою жизнь – это обслуживание тех процессов, которые у них есть. Но если человек хочет совершенствоваться, значит эти процессы несовершенные у него есть. Но он привык обслуживать несовершенные процессы или доминирующие процессы. Кстати говоря, что значит совершенные процессы для, например, алхимика. Для алхимика совершенные процессы, когда он обладает двумя важными показателями. Единым и цельным телом, которым он может проводить те или иные процессы. И сосредоточением, которое позволяет ему контролировать процессы, которые внутри него есть. Смотрите, сегодня человек занимается совершенствованием двух женщин. Сегодня, и то в лучшем случае, из трех, две женщины не могут почувствовать матку. О чем может речь идти? Ну, здесь надо понять, что просто я не могу почувствовать матку. Это значит нет силы сосредоточения, позволяющей мне почувствовать матку. То есть, весь вопрос сводится в принципе либо к договору самим собой, либо к договору в той системе, к которой человек приходит. То есть, человек приходит заниматься, он должен договориться, то есть, с тем, к кому приходит заниматься, или с той системой, в которую он увлекается, а он договаривается с собой. Он говорит, да, я приду и позанимаюсь. Он пришел, типа мне нравится, а ты мне нравится. А что же получается, да? То есть человек не познал даже еще, куда он был влечен, а он вырезал свое мнение. Я допускаю проницательность и величие этого человека, позволяю ему дать оценку. И здесь нет вопросов, да? Я тоже смотрю на то, какой отдел мозга у человека работает, и могу сказать, состояние меня услышать или нет. Кто-то тоже посмотрит на мой отдел мозга и скажет, да, вот его отдел мозга не устраивает, но нет вопросов. То есть вопрос оценки, который используется, например, и теми, кто преподает, и теми, кто, в общем-то, обучается. Очень вот эта манипуляционная система познания позволяет очень легко предлагать человеку лже-модель. Ну, как, например, йога, да? Вы идете по улицам, везде написано йога. И человек просто понимает, да, это йога. Вы заходите внутрь и начинаете заниматься йогой. Но надо же, и первый момент, что человек сам-то понимает под йогой, да, он же должен получить разъяснение, какая здесь йога, соответствует ли она и его понятию, и вообще есть ли понятие той йоги, которая предлагается. Да, а в любом, допустим, даже неорганизованном пространстве, что уже для йоги недопустимо, существует много предложений по йоге, да, то есть и упирается все на самом деле в личности, да, то есть там, который так или иначе познал его и делает не йоги там или тайзи, еще в чем-то, а кто тот, кто находится в познании. Если, конечно, человек находится там в познании какого-то искусства лет 10, наверное, есть чего услышать. Может быть, и 5 есть, что услышать. Все зависит от усилий, которые он вложил. Но, как правило, идет слепое копирование, в котором есть одна опасность. Это не вырабатывание усилий мозгу. Да, то есть, потому что копировальная машина, она изначально принимает те функции, которые есть. Если долго человек может копировать что-то, он, конечно же, придет к осознанию того, что он делает, зачем он делает. Но, если мы говорим об алхимии, здесь можно упустить очень важный момент вырабатывания усилий. То есть, и копируя, 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 вы можете начать повторять, делать все, что вы делаете, но операционная система у вас не создана. То есть, основная же проблема, ведь не в объеме, а в качестве той энергии, с которой мы работаем. А если качество не достигается необходимого, то мы в результате становимся заложниками того формата работы, или той энергией, с которой мы столкнулись. Хотя, может быть, и наоборот. То есть, человек может, по своей природе, будет высокочастотным. И он вообще не может взять себя за уши, потому что он, его степень самодостаточности намного выше других. То есть, получается, от противного. При этом каждый человек, он же выполняет свою программу. Что такое алхимия? Его задача – распаковать программу человека. И только после этого можно говорить об алхимии. А чтобы ее распаковать, то есть, опять-таки, нужно понимать две вещи. Вот эту геометрию внутреннюю, которая простраивается, где эта операционная система, которая управляет геометрией. То есть, степень, знаете, какую надо иметь степень сосредоточения, чтобы реализовывать какие-то задачи, которые у женщин, на самом деле, выстроены, например, матка может воспринимать гормональный фон тела женщины. Вы чувствуете, как ваша матка воспринимает гормональный ваш фон? Нет. Значит, этот фон регулирует вами, без вашего, собственно, ведома о том, что происходит. Когда мы говорим о занятии алхимией, конечно, это не есть предмет, куда, пожалуйста, приходите, все занимаемся. То есть, это очень сложный с позиции пространства, маркетинговый процесс. Да, где человека нельзя и не нужно зазывать, то должен прийти человек сам. То есть, человек должен прийти, иметь потребность прийти. То есть, его нельзя уговаривать заниматься. Алхимию невозможно рекламировать. Когда обучаешь алхимию, ты как бы даешь возможность подсмотреть, над чем мы работаем. Если человек, о, мне это заинтересовало, тогда можно делать следующий шаг. То есть, если этой заинтересованности нет, вообще в зал пускать нельзя. Вы запускаете мимо пробегающих, куда-то в зал или не заходят, и они фонят, они мешают остальным, и это недопустимо. То есть, сам процесс обучения, он алхимический должен быть. Не просто что-то дается, а сам процесс. Особенно для женщин, которые должны почувствовать почувствовать вот эту вначале магию алхимии, которая как минимум наполняет. И если вы будете затачиваться и правильно простраивать, а для женщины целый очень интересный процесс, в общем-то, который физиологически заложен. Каждая женщина, она алхимик, в общем-то, по своей природе. Потому что она перегоняет энергию, преобразовывает. Даже такое, в общем-то, незатейливое дело, как рождение ребенка, тоже алхимия. Взялось, соединилась яйцеклетка с сперматозоидом. Алхимия? А почему алхимия? Потому что никто до конца не знает, что получится. Даже с этой точки зрения. То есть, можно сказать, вот это я там, хоть готовься, ты там пять лет. То есть, нужно понимать, конечно, самое важное, в каких вибрациях все это произошло. Но эти вибрации должны быть соизмерены с какими показателями? С временными, вневременными, пространственными или смешанными. Да? Само по себе. И, то есть, для того, чтобы заниматься алхимией, нужно себе сначала учиться образовывать. Основное образование, как я уже сказал, или, скажем, начал то, или связано с умением сосредотачиваться, а не с тем, что вы чему-то знаете. Потому что от того, что человек чем-то информирован, но не умеет обрабатывать эту информацию, он переходит в реакционный фактор, он реагирует, а не переживает эту информацию. Переживание информации есть знание. Если человек не умеет переживать информацию, то он ничего не знает. Просто информированный. Сегодня люди запутались в понятиях. Они знанием называют то, что является информацией. А знание это то, зачем стоит усилие, которое человек оборвел. Если человек не может заставить себя сидеть, стоять, правильно двигаться, а правильно сосредотачиваться, он не понимает, в чем образование. Понимаете? Наша задача алхимию создать себе ртутное тело. Почему ртутное тело? Почему ртутное тело? В этом надо же разобраться. А это единое тело. И просто единое тело, а тело, которое подвергается постоянной внутренней очистке. Не может загрязненное тело развиваться. Поэтому есть понятие ртутное тело. Есть понятие свинцового тела. Что такое свинцовое тело? Это тело, которое управляется мозгом. Свинцовое тело это значит структура мозга. Да, вот тебе считают алхимию, они что-то там варят, парят. Что там не надо? Это изрезонирование. Ну да, в древности люди понимали, что структура мозга и структура свинца схожи. Как это сегодня понять человек? Да, он читает. Надо съесть свинец или запаять свинец и будет что-то еще хуже выпить и ртуть. Вдуматься, да? А это тоже отсутствие образования. Но желание быстренько очиститься. Быстренько освободиться получится, но быстренько очиститься не получится. Если человеку сказать ты должен думать левую височную долю, потому что у тебя правая переполнена. Что человек сделает? Он либо не восприм либо среагирует отрицательное. А он должен разобраться. Почему? везде разобраться. Столкнуться с тем, что не понял, разобраться. Но сегодня это сложно, потому что человек сразу человек отрицательный. То, что он не смог познать, конечно, его сразу это раздражает. И он отрицает. Потому что человек, живущий без усилия, он вынужден убирать все новое непонятное. То есть и быть просто частью какого-то вегетативного процесса. И женщина, которая от природы цельная и наиболее открыта к познанию алхимического искусства, тоже должна очень грамотно проходить через это, а не просто себя вовлечь в какую-то тупую схему или тупую последовательность в которой не понимается над чем она работает. Каждый занимающийся алхимией всегда должен знать что делать, когда он не знает что делать. То есть у алхимика нету понятия я не знаю что делать, потому что он знает что делать, когда не знает что делать. Потому что есть реперные точки, в которые он должен цепляться. Для вас реперная точка матка в которой вообще если у женщина не думает а если взять статистику медицинскую то вообще не выдаешься как еще продолжается рот человеческий. А сегодня ведь сложнее всего погрузить вас в опыт реальный опыт развития опыт взаимодействия с тем или иным предметом что такое алхимия это предметные знания связанные с четырьмя очень важными и простыми принципами первый принцип это питание второй принцип дыхание третий принцип сознание четвертый принцип движения можно сказать ну и все этим занимаются да а как же этим заниматься но осмысление каждого из этих принципов и усвоение оно различно и вот как раз мистифицировать то что там я например занимаюсь дыхательными практиками и реально понимать природу там энергии дыхания это разные вещи но ведь можно уйти здесь в сторону потому что даже не понимая ритм того или иного процесса можно себе либо сжечь либо не доделать до необходимой кондиции в общем то понимание вот этого практика что это не есть какая-то плоскостная система это объем потому что наше пространство это разночастотное из-за того что наш мозг неправильно функционирует мы не понимаем разнообразие этих частот даже если кто-то их видит чувствует и кстати говоря их достаточно людей воспринимают но у них нет операционной системы чтобы обработать что они видят и слышат то есть познание алхимическое оно должно исходить и сначала из набора файлов которые потом надо сложить а не из желания конкретного человека чего-то достичь за какое-то короткое время и здесь самое интересное понимаете вот приходит человек заниматься а ему говоришь вот через 20 лет у тебя получится человек испугается он живет по закону времени а кто ему сказал он уже на время внимания не обращает не надо пугать сказать ему через год но алхимический через месяц но алхимический он месяц прошел говорит что-то не получается месяц алхимический а что такое алхимический месяц когда получится сколько отсчитаем сколько тебе надо было времени поэтому одному может быть 20 лет другому 10 лет 3-4-5 потому что дело-то не время алхимия она вневременная потому что надо работать с другими вибрациями и когда вы уходите на другие вибрации то вы уходите на другие пространственные характеристики и они не отсчитываются тем временем в котором находится ну может посмотреть назад прошло по ихнему исчислению 20 лет но по вашему исчислению по исчислению алхимики прошел один день поэтому временных показателей у алхимии нет есть только вневременные показатели но на выходе на выходе то есть у человека это переживание и наполнение которым в общем-то стремится каждый который идет заниматься но здесь нужно объяснять что наполнение это часть метода это не есть практический путь это просто человек ублажает себя в нужных или скажем ненужных смыслов но мы зависим конечно же от наполнения человек приходя заниматься для него важно некое пространство но в реальности на этом все и зависают когда мы начинаем заниматься для нас должны обучать техники безопасности нас должны обучать искусству обучить ни в коем случае нельзя обучать людей не обучив их или проинформировав хотя бы потому что ответственность у человека должна быть какая-то быть об технике безопасности об искусстве обучения потому что если человек не проинформирован он может непонятно это будет его ответственность если вы попали в то, где вам хорошо вы должны это познавать но вы имеете в виду кого начинаете познавать хорошо далеко все не хорошо потому что то, что вам было хорошо и вы срезонировали совершенно это не было вашего усилия осознанного это было вашим условием в которые вы попали а когда вы начинали уже заставлять себя что-то делать переформатировать то это уже совсем другое дело ну и здесь надо договариваться с собой типа чего но ответ очень-очень-то простой если есть у вас предмет то он либо познается или не познается любая практика это противопоставление жизни себя в усилии жизни собой вне усилий когда мы занимаемся нужно понять самое опасное думать что знание можно купить или кто-то нас должен обслужить мы можем купить время или можем инвестировать себя в какое-то время в котором мы что-то познаем но только личностные усилия на собой к чему-то приводят алхимия это процесс понимаете и алхимия должна дать результат именно только сейчас если вы занимаетесь алхимией и в единомомент не получаете результат от нее значит вы не занимаетесь алхимией это не есть что-то я должен что-то придет что-то я жду просто надо понимать этапы какие этапы я сейчас работаю вы должны работать на сосредоточение мозга что-то вы почувствовали что-то с мозгом сделали программа минимум очень простая второе вы работаете над движением вы начали чувствовать стоп движение это программа а не просто вы сделали какую-то последовательность которой ни хрена ничего не почувствовали но считаете что это цикл событий который приведет вас в никуда в смысле беспредельное а оно приведет в никуда и это тоже важно никогда не думайте, что вы можете достичь вершины, потому что вершина в алхимии – это процесс, где вы регенерируете, регенерируете и регенерируете. Но женщина должна понимать, что ваш принцип развития имеет характеристики очень отличительные от мужских. То есть вы очень, если вы себя не загнобили в процессе эксплуатации, готовый организм, который может много чего получить. И вы получаете. А в чем проблема? Вы не усваиваете то, что получаете. То есть вы находите постоянно в эффектных состояниях. Даже когда вы рыдаете, истерите, а почему вы истерите, потому что вы свою энергию не можете. То есть вы начинаете только сжигать себя. И вот умение аккумулировать себя, аккумулировать себя, распределять – вопрос очень простой. Потому что даже когда матка вырабатывает достаточное количество энергии, мозг не приспособлен с этим найти договор. Алхимик, если он в процессе, он должен отвлекаться. Он должен учитывать, конечно же, условия, в которых он находится, или условия, в которых он взаимодействует с людьми, с окружением. Он не может изолировать себя от процесса, если находится в социуме. Он может себя изолировать, если он ушел из социума. Что, собственно говоря, еще надо сказать, что лучше, а что хуже. Потому что если нет силы, поход за силой в алхимии самый важный. Он называется получение добавочной энергии. И когда можно что-то делать следующее. Если вы не научитесь получать добавочную энергию, которую вы, естественно, можете получать, вы будете зависеть от того, чтобы ее сжечь. То есть день у вас генерирует энергия матка или ее, наоборот, усваивает. И надо дать возможность, в первую очередь, усваивать эту энергию. Если она не усваивается, то, значит, степень неудовлетворенности, которая будет существовать, не может быть алхимик, не удовлетворен. Он удовлетворен всем. Он удовлетворен. Когда он кушает, он удовлетворен. Когда он не кушает, он еще больше удовлетворен. Потому что он переходит на другой источник питания. Если вопрос идет об общении или наслаждении, скажем, вкусом, здесь надо обманываться. Это есть алхимический процесс или процесс, который раздражает вас. То есть реакционный процесс. И когда потерялся контроль себя, он стал бесполезным. Знаете, говорят, ну как, надо же там общаться с людьми, надо как-то взаимодействовать. Как-то алхимику взаимодействовать не надо. Алхимически надо взаимодействовать. Но к этому надо привыкнуть. Это же целый процесс себя привычения вести правильно. Это непросто. Вы всегда сталкиваетесь с зависимостью тех раздражений и вибраций, которые наработали. Вы не можете в один день переключить функции нейронов? Они вырабатывают. Понимаете, вот мозг вырабатывает нейроны. Он вырабатывает за счет раздражения мозга. То, что раздражает, то и вырабатывает. Если вы научитесь вырабатывать нейроны в таких способах, извините, а если в алхимическом способах, то по иному. Клетки алхимика мозга, они все геометрические. Клетки не алхимика, они все в хаосе. Вот и все. И если вы хотите добиться результата, вы должны создать геометрически правильную модель. Внутри себя.